Транспортным коллапсом ситуацию, в которой оказались жители улицы Минской, конечно, не назовешь. Скорее, это недоразумение, длящиеся годы. Во-первых, в утренние часы, как и во всех отдаленных от центра микрорайонах, маршрутки Битком. Горется, я стану, представляете. Очень долго. Мне, например, иногда семейно, а так во сне, а я приезжаю на... Во сне. Мне иногда, а вот очень часто, например, я опаздываюсь, я делаю встречание на работе, потому что, ну, просто не уедешь. Ни на тройке, ни на чем вообще. Но самый яркий и даже абсурдный пример, по мнению жителей, до станционной с Минской ходит весь транспорт, до ЖД вокзала ничего. В слепой зоне также оказался один из центральных проспектов города – Шереметьевский. Как результат, тем же студентам вузов приходится добираться до Альма-Мадр с пересадками, а это бьет по карману, не говоря уж о неудобстве и потерянном времени. Добиться продления одного из маршрутов решил местный житель. Миссия оказалась не из легких. У нас сохранилось тройное дублирование за последние несколько лет. То есть, дистанционные три маршрута. Это третья короткая маршрутка, 35-й и третий автобус. То есть, постоянные гонки, иногда даже какие-то драки. Там, водителей забивали. То есть, в часы пик битковые маршрутки были набиты. И, к сожалению, на Фридрих Энгельс у нас не было доступа. Постоянные ожидания и долги на остановках. Это и в зимний период времени, по выходным рано утром. За последние два года неоднократно обращался и в комитет по транспорту города Иваново. Различные письма, предложения. Ходя из кабинета в кабинет, получая отписки, Владимир решил не сдаваться. И собрал подписи за внесение корректировок в маршрут. Порядка 500 жителей подписали, скажем так, письмо, чтобы у нас был выход, как на Фридрих Энгельс, к университетам. Там три вуза, это медицинская академия, текстильный институт. Также химтех, Красный церковь, ЖД вокзал, чтобы на Шеремельский проспект у нас был выход. Мы вот с этим обращением, основное было, потому что людей много, кто-то хочет уехать в один район, в другой, в третий. Но общее количество, скажем так, мнений, оно сошлось именно на Фридрих Энгельса. С волей с явлением народа в папке Владимир отправился на прием к главе администрации. Как итог, руководителю комитета по транспорту было поручено проблему решить. На данный момент поручение главы города от 21 октября 2015 года выполнено только на 16%, на мой взгляд. Потому что Михаил Арсеньевич разрешил маршруткам ездить только до ЖД вокзала, коротким, тройкам. И то из них до ЖД вокзала едет половина, и то не всегда. Доехать до вожделенной остановки ЖД вокзал теперь можно на маршрутке 3К. А вот дождаться транспорта в направлении Минской сложнее. Не все перевозчики доезжают до новой точки маршрута. Большинство, как и прежде, стоят на улице Ермака. В первую очередь, скажем так, так делают называемые нелегальные перевозчики. Тем не менее, мы эту работу проводим. Значит, будет организован инспекционный выезд вместе со мной. Естественно, мы эту ситуацию нормализуем. Что же касается прямого доступа к Шереметьевскому проспекту, тут жителям Минской придется еще подождать. По словам представителей мэрии, прежде чем пустить еще одного перевозчика на Шереметьевский проспект, нужно просчитать пассажиропоток. Чтобы не страдали те предприниматели, что уже работают на этом маршруте. Ориентировочно это займет 2-3 месяца. Если мы сейчас ведем сразу же этот маршрут иной, то мы можем привести к тому, привести к дублированию других маршрутов, что непосредственно скажет на их экономической ситуации и, соответственно, может поломать нам остальную маршрутную сеть. Поэтому, я думаю, что в ближайшее время мы обязательно эту проблему решим. На сегодняшний день, пусть частично, но жители микрорайона держали верх над бюрократией. Однако Владимир решил мониторить ситуацию и дальше, чтобы дождаться на конец того дня, когда не придется до Шереметьевского проспекта добираться пешком.